Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выразил глубокие слова соболезнования жителям и президенту Республики Татарстан в связи с трагедией в школе Казани. Стрельба в казанской школе унесла жизни беззащитных детей и педагога. Немало пострадавших находится в больницах. Это чудовищное, жесточайшее преступление, трагедия для всей страны. Это горечь утрат невосполнима. По информации, сегодня погибли 8 человек, 7 детей и учительница. Всего пострадали 20 человек. И сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов дал ряд поручений по обеспечению безопасности обучающихся школ, колледжей, техникумов, вузов и садов. Будут проверены системы видеонаблюдения, организован мониторинг деятельности охранных предприятий, осуществляющих свою деятельность в образовательных организациях. Руководителю учреждений необходимо провести мероприятия, направленные на усиление антитеррористической и криминальной защищенности. При этом важно исключить любую, даже минимальную возможность прохода в образовательные учреждения, посторонних лиц, проезда на территорию транспорта без соответствующего разрешения. Важно проинструктировать как педагогов, так и детей, отработать план действий при возникновении ЧАЭС, повышать бдительность школьников и родителей. В Уджигуте состоялось торжественное мероприятие по случаю присвоения имени Героя Советского Союза, гвардии полковника Харона Умаровича Богатырева, строящимся в микрорайоне Горный парку. Ахмат Халкичев продолжит тему. Строительство нового парка стало поистине долгожданным событием для жителей микрорайона Горный города Уджигута. Данная досуговая зона пока еще первая и единственная в этом районе. Ну а имя Героя Советского Союза, гвардии полковника Харуна Умаровича Богатырева, было решено присвоить парку по просьбе жителей города и по содействию Общероссийского народного фронта. Теперь новая досуговая зона, помимо приятного времяпрепровождения гаражам, стала мемориалом нашему достойнейшему земляку и будет нести воспитательно-образовательную функцию, задавая правильные ориентиры новым поколениям нашей молодежи, отмечает заместитель главы администрации города Уджигута Шакман Суюнчев. В данном микрорайоне не было места, где отдохнуть с детьми, в основном дети, матеря. Сейчас, в данное время, данный парк очень-очень к месту, все жители очень рады и приветствуют, что проводится такая работа именно во благо населения. Люди, которые приближали Великую Победу, безоговорочно заслужили память своих благодарных соотечественников, выразил уверенность эксперт ОНФ из самом Чуев. Харун Умарович Богатырев был заместителем командира танковой бригады 6-го корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. За свои порой невероятные подвиги, по ним на Золотой Звезды Героя был награжден Орденом Ленина, Тремя Орденами Красного Знамени и Орденами Александра Невского Отечественной Войны, Красной Звезды, а также многочисленными медалями. И хотелось бы выразить слово благодарности от имени Народного фронта, властям города Усть-Жигуты, за то, что они нас поддержали и дали имя парку Героя Советского Союза Харуна Богатырева. Это прекрасное место, где можно отдыхать молодежи, пожилым людям и детям. Новая досуговая зона рассчитана для отдыха семей с детьми, где каждый найдет для себя место для приятного времяпрепроводения после тяжелого рабочего или же загруженного учебного дня. Мне понравился очень сильно парк. А чем понравился? Тем, что он очень красивый. Я буду сюда приходить в свободное время. С кем? С братом и своей племянницей. А чем будете здесь заниматься? Я буду кататься на роликах, а я, по-моему, просто с племянницей буду кататься. Замечательное вот такое место. Давно нужно было нам, конечно, вот иметь такой парк. Привитие, прежде всего, патриотических чувств нашего молодого поколения. Да, конечно же, каждый раз они будут заходить, вывеска есть, они будут знать, помнить о том, что, оказывается, был у нас земляк, которому присвоили имя Героя Советского Союза. На сегодняшний день готовность парка составляет свыше 90%. Официальное открытие новой досуговой зоны планируется в самое ближайшее время. Архмад Халкечев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Следующий наш репортаж о славном сыне Карачаева, Черкесии, Герое Советского Союза, Халмурзе Кумукове. О подвиге героя расскажет Шерифат Лепшокова. Халмурза Кумуков – гордость нагайского народа и всей Карачаевой, Черкесии. Его бюст установлен здесь. На Лиге Руев в Парке Победы напоминает нам о его беспримерном подвиге. Он погиб, закрыв с собой амбразуру немецкого пулемета, но остался в вечности. Монумент на Лиге Героев – один из нескольких установленных Халмурзе Кумукову в республике. Каждый год сюда приходят люди, чтобы отдать дань памяти погибшим в самой кровопролитной войне в истории человечества. Имя героя золотыми буквами вписано в летопись Карачаева, Черкесии. В августе 43-го у села Сухознаминка Харьковской области Украины он повторил подвиг Матросова, закрыв с собой амбразуру вражеского пулемета. Это было решение не восторженного юноши, а 30-летнего мужчины, отца двоих детей. Командир роты позже вспоминал, солдаты не могли двигаться вперед, сдерживал немецкий дзот. Уничтожить его первым вызвался джигит из Кавказа, ставший на фронте коммунистом. Не задумываясь, Халмурза пошел навстречу смерти. Цель была достигнута, неумолкаемый шум вражеской огневой точки затих. Рота прорвалась. И все увидели, дзот был закрыт телом Халмурзы. Директор Республиканской библиотеки Салых Абчаев, как никто, знает об истории этого подвига. Будучи школьником в ауле Кирульдевых, он случайно в газете прочитал среди повторивших подвиг Матросова фамилию своего земляка. Тот еще мальчишкой в 30-х переехал из Иконхалка в Карачаевский аул, работал трактористом в местном колхозе, позже на кирпичном заводе. Со всеми неумолым Халмурза Кумуков женился на Шамшиятбе Таевой. В семье росли двое детей, с которыми позже был дружен Салых Абчаев. Это он им расскажет о подвиге их отца. Статью школьника о герое напечатают в газете «Ленинское знамя». Его материал прозвучит и в пионерской зорьке. В Гирульдевых посыпятся письма со всей страны. Вот такой материал опубликовали, потом пошли уже звонки, потом уже конкретно мы начали заниматься. Приехал его командир роты стрельков из Украины, встретился с их родственниками, в том числе с женой, и меня пригласили тоже как вроде человека, который занимается этим делом. Я с ним разговаривал, очевидец, который видел его подвиг. Верный друг с обостренным чувством справедливости, не знавший усталости в работе, Халмурза славился в ауле своими шутками, был великолепным танцором. На фронте пел однополчанам нагайские и карачаевские песни. Его любили за доброту и храбрость. Но так ценивший жизнь, в нужный момент он без сомнения расстался с ней. Я разговаривал с теми, с кем он работал, я застал их. Например, Умаров Касым был такой уважаемый в ауле человек. Касым характеризовал его, значит, как действительно патриота. Был такой Кумуков, однофамилия с его, он председателем колхоза, тогда еще работал. И вот они очень интересно рассказывали о нем. То есть все это было заложено, значит, как говорится, родителями. Вот у него вот это воспитывалось, наверное, все-таки его коллегами, друзьями, товарищами. В 90-м звезду Героя Советского Союза вручили его дочери Зои. Подвиг Халмурзы Кумукова навсегда останется в памяти людей, как символ бесстрашия и беззаветной любви к родной земле. Шрифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 198 человек. Из них 19 921 выздоровел, 107 – госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью плюс 1-6 в горах до 5 градусов мороза, а днём плюс 16-21 и в горах местами до плюс 11. В Черкесии без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 2-4, а днём 18-20 градусов тепла. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В ауле Козелкала открыли памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Выходцам этого населённого пункта Алла Качиева побывала на открытии. Выходцы маленького горного аула внесли свой вклад в большую победу. Около 500 жителей Козелкалы ушли на фронт с первых дней войны. Их имена увековечены на этом памятнике, который будет украшением аула и достойной памятью солдат, вставших как один на защиту Родины. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Узжигутинского района, силовых структур республики, представители общественных организаций, а также жители Карачева-Черкесии. Инициатива возведения памятника землякам принадлежит самим Козелкалинцам. Активное участие они приняли также и в его строительстве. Идею поддержала и районная администрация. Практически каждая семья, каждый человек здесь увидит своего отца, своего дедушку, своего прадедушку. И глядя на эти фамилии, имена, каждый из нас должен быть готов к тому, чтобы то, что они прошли, у нас больше, чтобы этого не повторилось. А для этого мы всегда должны помнить о своих предках, которые нас сегодня защитили. И сегодня мы живем в такой хорошей обстановке. Старейшина Ула Козелкала, педагог с большим опытом Ильяс Мамчуев, подчеркнул важность данного мероприятия. Он отметил, что молодежь должна знать именно патриотов и о том, какой ценой досталась в стране победа. Огонь! Орежай! Огонь! Орежай! Огонь! Чтобы эти выстрелы звучали только на подобных мероприятиях, пожелали подрастающему поколению. Ведь открытие памятника – это не просто дань памяти погибшим, а еще и урок мужества и славы. На митинг школьники пришли с портретами своих героев. В списке и имя Шамге Почаевича Айбазова. Сегодня почтить память ветерана Великой Отечественной прибыла его многочисленная семья. На этом памятнике сегодня у меня отец, дядя Борис Пепочаевич и еще один дядя Чик Почаевич. Вот, они сражались за такую хорошую жизнь. Они нам дали такую жизнь. Но мы всегда отца просили, чтобы он рассказывал про войну. Он не стал нам рассказывать. Он боялся, что нам больно будет. Он всегда говорил, чтобы больше войны такой не было. Одного только просил. Я вот тоже прошу Аллаха, чтобы такой прекрасный день, день, рамазан. Я хочу, чтобы никто, никто, никто на свете, никто не видел войну больше. Из 500 козелкалинцев, ушедших на войну, живыми на родину вернулись 80. У нас нет права забыть мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков, наших героев, отмечают аульчане. А этот памятник будет служить символом их бессмертия. Алла Качиева, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Аул Козелкала, Узжигутинский район. В Карачаево-Черкесии прошли парады у домов ветеранов в честь Дня Великой Победы. Активное участие в данной акции приняли школьники. Учащиеся младших и старших классов средней общеобразовательной школы номер 2 Черкеска поздравили на дому с Днем Победы ветерана Великой Отечественной Георгия Павловича Оренского. Для фронтовика они подготовили концерт, перечитали стихи. В 41-м он был призван на фронт в кавалерию. Участвовал в боевых операциях при обороне и освобождении Кавказа. После расформирования кавалерийского подразделения продолжил службу в разведке. Лично принимал участие в ликвидации фашистских артиллеристических позиций, неоднократно находясь в глубоком тылу противника. Получал ценную информацию и захватывал в плен офицеров Верхмахта. В ходе выполнения одной из боевых операций по подрыву укрепленных позиций танковой группы противника Георгий Павлович тяжело ранен. Однако благодаря личному мужеству и помощи боевых товарищей ему удалось приобраться на линию фронта. Георгий Павлович Черенсков награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 1-й и 2-й степени, медалями за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за взятие Берлина, за победу над Германией и другими. Таким был вторник Карачева Черкесии. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Обитель». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова